итак вот мы пришли сити ковка смарда вот так вот выглядит эта техника но на самом деле конечно же гораздо круче чем на фотках ребята я не знаю как это будет видно на видео но он кажется в реальности два раза больше чем на фото всяких магазинских на видео обзорах короче настоящий мотоцикл но выглядит даже больше чем минск чем минск чем немаха и бр 125 еще и оранжевый такой клевенький сейчас нам хозяин то все расскажет даже зеркала нормально крутя что ты расскажешь моим зрителям про технику снимать то можно можно но суши я издалека прочитал cayenne с порошка емуте выглядит гораздо круче чем на фотках вообще не сравнить вот не знаю уж у меня предвзятое конечно впечатление но он гораздо круче он вес 100 килограммов не 100 килограмм это с аккумуляторами до аккумулятор аккумуляторная ты его собрал весь да то есть ты не покажешь внутри дача чуть 4 винта давай открутим все-таки покажем что ты на свинцовых аккумуляторах есть кое-что что эти амортизаторы в четыре раза больше чем у меня на минике были вот они аккумуляторы постреливают чтобы они не брякались так это у тебя это что такое прокладочка она не фольгирована не закрутит ничего вот это когда сделано сверху ну это штатная была рамка до придерживают свинцовые аккумуляторы красавчик а расскажи кстати как ты умудрился испортить сразу раз два три 4 5 6 свинцового аккумулятора всего с одной зарядки расскажи нам как не надо заряжать прошлом году прошлое осенью было уже минус 10 на улице ахова постоять на зарядку минус 10 поставил зарядку вечером поставил как обычно а с утра я подхожу а он в блок питания показывает то что заряжается но я подумал не зарядился что ли пошел дело по делам делал делами потом слышу какой-то хлопок хлопок до попнул и захожу где он стоит получается не смотрю зарядка то все еще красная не зеленая а пахнет этим ну характерный запах я потрогал днище днище она нагрелась а там железо нагрелась но я понял тут же начался доставать видно что нибудь это волной такой пошли и вот это будет один более-менее хуже то есть чем тут фишка получается на морозе вот эти резинки они как клапан перестают действовать до их они не дают газом выйти из аккумулятора и соответственно поднимаются вверх и вышивают эту пластину а когда теплая погода выше нуля тогда они спокойно расшипируются и газы выпускают то есть свинку вот конкретно вот эту все-таки при плюсовой температуре лучше заряжать они какого года у тебя они у меня года вот им сколько им год пучать как нет уже у него выбирал новый получается был на нем покатались всего это месяц сша почему-то тонкие провоточки это штатно все было что-то как-то тонкого мотор 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 колеса я говорю то что я судился с гаишниками а погоди 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 я судился вы гаишниками ну-ка давай про мотор колесо водила большая а по мощности не на но тягает 100 килограмм плюс тебя плюс чё там прицеп дрова то есть ты же все возишь на нем хотя написано не то что 2000 по по факту нету там ну скорее всего нету с такими тонким проводами и едет он это километров максимум 40 45 муж 50 достаточно для лепестерического транспорта в горочку тело поднимался в горочку но даже вот в такой вот угол он спокойно тянет но может и напрягается на грязь у нас не убегается он на маленький это нормально крутит тяговый крис это получатся чтобы не морала не пытаешься ну и плюс чтобы не был не болтались не теки как часто до колодки на нем меняешь проехал 1200 километров 5 за прошу за прошлый год еще и ни разу не менял их то есть вот и как его купил это все сток стоит да это как и ты не регулировал тормоза нет ничего не трогал то есть у тебя не штатно стоит о чем болтается так вот так вот это прижимное что будут такая серьезная система но останавливается есть разгонишь и километрах на обороте разгонялся останавливается вообще резко быстро то есть у тебя нормально по всей площади диска трудка лодки то есть с этим проблем нет спереди также спереди также сейчас все посмотрю ну нет спереди не также все равно не всю площадь задевают но вот классика просто жанрами как-то китайцы я не обращал внимание на ну хотя бы две трети то есть на фонов вот и сам дисту такую толстенный блин как будто у тебя харли таком потому что весит много технически подшипнички ты на нем ничего не менял да я очень не менялами как-то да вот так я сколько вот я же я на нем ничего не менял блин я только потянул вот эта часть что на маник раскрутилась но потом я почитал точно когда берешь надо всю полностью продягиваю то есть купил китайский китайский электросамокат ездишь ли ничего с ним не делаешь вот очень специфический конечно ну один раз в нем упал вот эту ручку сама сломал и новый бак пацанат там бардачок да ну тогда типа так покажи ну блин дак он здоровый да нормально только вот это вот мешает железо да ну не знаю не могу реально запихать можно еще батареи туда мне кажется вот это вот надпись или вот сюда вот это все переделать это место но подлите он не кому-то ничего пушка бомба туда будет есть или делать плюс я подтягивал после вот этот весь механизм весь пластик ты он тоже бывает считается ну-ка болты я не по себе так сказать откручивается душа почему 720 километров показал как я сбрасывал тут меня сбрасывает нам можно кассово число 801 где переключатель 1 2 3 о 1 я не заметил нас правой стороны раскрыть суши так у тебя такие ручки прям как мотоцикл вот эти-то газ нажимаешь сейчас не это что они на ножке стоит брызгозащитные явно вообще все так серьезно сделано на подождем катался прямо как настоящий бойк на у них не бачки в них сразу же и в ручках есть крепление для зеркала и у них тоже он тут можно взять зеркало постоянно чувствует обтекатель точно сказать шире чем моя рука колеса 20 только на 225 это ширина на ширина 40 и 10 дюймов колесо то 40 это профиль и высота смысла и начали больше чем 40 ладно вот она считает это накачан к это что накачанная аппарат выглядит прямо круто вообще фары смысле так это габариты ну как бы не очень ну да еще наверное ближний дальний есть это дальний сейчас был это ближний вот да 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 это ближний это дальше она таким фокусом прямо горит вообще четко далеко а там поднижать и стоит на 12 вольт да или ты не смотрел переобразователь теперь образователь так стоп покажи покажи это говорит а то они же загораются ярче у тебя прям как уж блин полустые как на мотоцикле поворотнички поворотники это ты сама положу дел игрушки ну да почему так вот это вот место вот она постоянно откручивается не она взбалтывается до их не очень то хорошо видно эти а как это они не до конца доходит вот я не знаю почему так то есть там стоит штатное реле и она еще то есть перепутаны они не родные значит вот поэтому сюда надо было ставить без функции вот этой бегущей дорожки потому что дорожка то не успевает добежать 3 лет прерыватель и отрывая мы это стояли а тут что-то горит тоже нет я убрал отсюда а было да да там болтается суши вообще и ты едешь на вот все вот так хочу сделать вот спереди четкие поворотники их прямо видно хорошо вообще как будто так и задумано да вот его видно классика вообще а так если смотреть если ножку убрать точно пойти к настоящего мотоцикла овощи то есть задний ход есть осторожно там этого спорткар сзади а как ты переключаешь переключать да вот нажимаем на кнопку и поворачиваем акселена то есть при нажатом а если на ходу нажмешь взорвется нет они будут работать то есть она без фиксации нет но он защитой дурака устойчивость а тут р загорается по парк тормоз это там тебя на подножке стоит настоящий датчик блокировочка да причем вот я смотрю и вот у у меня складывается впечатление что это качество потому что тут нет голых контактов видно что он залит то есть гипогерметичный ну прям класс то есть не голые контакты как на скайборде вот прямо сделано и готовое изделие немножко похоже алюминий что ли что она какая-то она алюминиевая ножка толстая с пластиком ну что пластика для алюминий еще ножки убираются ножки вот так убираются блин а зачем ты же без них не поедешься назад этот моски компостировать или или ты можешь сюда ноги стоит я могу сюда ноги поставить удобно я тогда поехал за мешком цемента магазин после того чтобы цемента загрузил так и все и спокойно до дома доехал человек на китайском электросамокате ездит мешок и возит мешок цемента ну что вы делаете двое двое на сидушки ездили тоже нормально вдвоем а как вы тут поместили 100 а ты как бы смещаются на бак еще вот сюда вот вот место ну нету может так-то одноместный скутер как бы сиденья намекают что он все-таки одноместный но то что это все свободно а тут так вот прям вот ну ладно да да смотри по коже вот вот поздно вот они вот начали вот кожа молодого дермантина тут оригинал не уральность не 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 мышь как начал обвозить так этот актер саду что-то наверное ну в принципе да и все мучаешь технику не бережешь туса чума проколом что-то было у тебя не было не не было ничего то есть 2200 километров проехал без визу и 1000 1200 1200 на одни тысячи две двести тысячи то есть без прокола беспоко у тебя повезло а какое давление ты накачиваешь спереди полторы атмосферы сейчас накачаны или 17 атмосфер сзади это две атмосферы ветровое стекло тебе нужно или нет или без не разгоняется до такой скорости как витровое стекло то есть не сдувают сиденья как-то нет не сдувает а так то ты ездишь по-настоящему в шлеме да то есть все это есть нашли мизда то есть почему я взял потому что колеса большие я понял почему ты его взял на маленьких колесах постоянно везде такие дороги а я шел по центральной улице там тротуарчик так четко все там тротуар асфальтом для воды канала сделано я на тротуарах не заезжаю что у меня не надо этого потрата дороги и мне кажется что у нас сотрудники будут останавливать ну ты можешь возить с собой копию постановлению или вообще его целиком ну чтоб он как бы не интересно сразу становилось но и да в шлеме то конечно надо я сынувшими одеваются для своей же безопасности и сварались ты едешь по дороге в свет должен по-любому гореть не экономяна не так много расходу то есть это все равно на дальность никак не повлияет а за что-то колен как короче вот что-то с к очень классно красивый а в город там нем ездил город первым центром для работы цемент возить ты его взял не поняли здесь кататься тут придан длится а тележка не цеплялки ну принципе тут все столько места шутить тележки таймена реально дофигища вот есть еще сюда продлить какую-то твердую штуку чтоб можно было учить что длинномер какой-то класть то у тебя можно брала доски на него возить тут вот приделать это место одинку такую вот сюда не видел я видел саму до стенку делал мощный все на воздухе целиком это рама конечно мощно лица ты его хранишь не на улице он у тебя закрыт от осадка но есть этот как его слегка закрывать этим чехол чехол то есть шланги такие настоящие тормозные вообще космос вот блин ну почему такое такое мощная разница такая мощная разница в качество то есть тут видно что уже сделано для того чтоб на этом ездили да вот нормально сделано вот блин туда сделано суп грязь туда не попадала смотри пластиковая штучка вот это же космос китайцы для кого они это делают для себя что для себя скорее всего делать но они немножко на другом ездить я смотрел трансляцию с китайских улиц там у них они на него 350 но они все-то похожи у него 350 меньше но это не связали с этого как его смеку какого-то а ну да там что-то некую далее связали с никуда если а это все бескамерная у тебя резина до вся резина бескамерная 265 килограмм максимальная нагрузка блин как все серьезно а просвет то что вот такой вот угол тут еще дырки не цепляешь что нет ничего не так я вижу что тут пустота да 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 весь пустота это вижу и вот так было бы она вот хотя вот такой моторой так если ты на этом уже нормально ездишь то есть всего два раза увеличить один раз газ нажмешь и закамские кажется сразу же километров 50 не тут дело не скорости тут именно то что он горку может наваливать в горку он тебя нормально придет на снег заедем да и все на снег бежим не слышно едет на этот цикл без звука он прямо вообще он просто даже не задумывается дымок и сидят пар так ты подержи тогда камеру вертикально прокатимся ну да но повеса так-то ничего не болтается доноска приклеена правая левая вот так это задний тонус а там передней ну снова задней как это можно исполнить чувствую себя на корлее кипец какой он тяжелый блин вообще тяжелый тяжеленный мотоцикл блин он буксует даже кипец ребята он буксует вот на этой грязи чуть только стоит газочку добавить он уже прямо это вырывается в космос поехали едет нормально крутотей но эта техника и сидеть так удобно я даже удивлен класс ну что я в восторге тяжелый тяжелый прямо как мотоцикл настоящий то есть эти кокаю который который ездил вот у которой нет вот этого верха она по-другому рулится то есть у него низко очень цен в тяжести а здесь у тебя брал высоко вас сидишь так и держаться колени неудобно вот за эту штуку то есть прочно так сидишь никуда не съезжают вин номер у тебя тоже есть на нетранспортном средстве да вот он да вот он да спрятан в таком месте автомат на 63 ампера автоматом всегда включен да у тебя ты не трогаешь мне почему не включая клуба так снимаю столько места капец ну да и номер точно с такой вместе чтобы было это скрыто как по-хитрому сделано и больше не чтобы это одинаковые не были они то есть настоящий амортизаторы с подкачкой и это не бутафория то есть тут же воздуха нету но ты технически можешь их подкачать да и это как-то чуть-чуть повлияет на их амортизационные свойства так скажем то есть раскачки не будет до раскачки но у тебя и так же же мне кажется или есть да нету я просто на такой скоростью не будет все равно да реально штуцеры то есть такое чувство что техника сделано как бы китайцами для китая чтобы они ездили на ней после года использования сейчас вот началом они как живеть тут а тут а тут а но руки под болтами а не но это нормас на масса то оригинальная зарядка литий айрон написано это что еще такое литий айрон она литий железо-фосфатная у нас может внутри им все нет заряжаешь 3 ампера и 84 вольта 84 вольт ну чё неплохо ночью на тебя заряжает домой заряжает круто хороший гаджет плюс-минус береги это было получаться взаимно погоди они на этой разы а на право же блин вот я бы сейчас не уехал короче все все понял не в ту сторону надо знать жога я тебя взглядом провожу видите стандартная пермская погода все мне писали что у вас перми вечно солнце светит сухо дождя нет нет ребята вот то что вы сейчас видите это вот наша нормальная пермская погода это такое сумеречное пасмурное небо и дождик какой ненавязчивый вот это наша пермская погода ребятка я сейчас нахожусь все еще населенном пункте леды я еще отсюда не уехал и на это есть какие-то непонятные причины сейчас я вам объясню а здесь есть несколько остановок по центральной улице я сначала стал на одну из них стою значит жду-пожду автобуса что-то нету я решил спросить первый проходящий девушки рядом чего вы делать где автобус нагреть а все нормально он придет а вы ждите здесь затем она ушла метров 200 наверно отошла затем она разворачивается разворачивается и возвращается обратно мою сторону и со словами вот не делать ничего я вернулась у вас предупредить что здесь автобус может остановиться прикиньте ряд там значок остановка я говорю смысле но то есть где тут есть рядом еще одна остановка вот с крышей вам где там удобнее будет стоять потому что дождь не мочит и на этой остановке с крышей больше вероятность что становится междугородний автобус топ да вот и дошел до этой остановки вот она остановка и Продолжение следует...